Ну а теперь смотрим, что же это за команда такая, приматы в целом. Итак, приматы это древний отряд, возникают они 20 лет, значит, более 50 миллионов лет назад. Представьте себе раннего примата, да, оставьте самых древних приматов, обнаружено на настоящее время в Южной Америке. Так, если вы имеете представление о том, как менялся облик планеты за последние 50 миллионов лет, то тогда учтите, что 50 миллионов лет назад у нас ведь материки совершенно другую композицию занимают. В частности, в районе Южного полюса, что на планете находится. Гигантский суперматерик Пангея, значит, объединение материковых плит таких континентов. Южная Америка, Африка, Антарктида, Австралия и Индостан. А потом все это хозяйство поехало в разные стороны. Открылся Атлантический океан, Африка причалила, почти причалила к Европе, значит, Индостан настолько разогнался, что врезался в азиатскую материковую плиту, он до сих пор продолжает в нее руминаться. Смина и складки. Как эти складки называются? А какие городки? Да Гималая, немножко Гималая. Так? Значит, но самая первая компания, это Олси, уехала на восток Австралии. Поэтому Австралия сохранила самые древние черты живых существ, населяющих Атмир. Но смотрим, если у нас в Южной Америке найдены остатки приматов, это значит, что во всем этом объединении древних материков такие же существа могли существовать, но просто на остальных континентах остатки не нашли. Хорошо, кто-то такие были. Если представляете себе существо, которое называется землеройки. Поднимайте руку, что хотя бы немножко, представляете, землеройку, чтобы я понимал. Так. Так, ну имеет смысл, тогда и имеет смысл рассказывать. Землеройки разные бывают. Вообще-то, одна из них является самым маленьким млекопитающим на нашей планете. Масса меньше двух грамм, передняя азиатская, азиатская курозубка, вот такая. Для нее нормальным домом является пичечная курозубка. А вот водяная землеройка Кутора, вместе с хвостом, она уже вот такая. Ну, немножко половину белки, так скажем. Ну, а теперь представьте себе сумасшедшую землеройку, размерную с белку, которая зачем-то полезла на дерево. Не землеройка, а пошла осваивать древесную ярус. Сразу возникает вопрос. А зачем, с какого перепугу? Что, на земле плохо было, зачем? А ну-ка подумайте, серьезно, вопрос очень важный. Хищники? Ну, во-первых, отчасти, конечно, хищники, потому что в древесном ярусе тогда нормальных хищников, кроме одной единственной группы, которая навсегда становится врагами всех приматов, кроме змеи. В древесном ярусе серьезных хищников просто нет. Так? Хорошо. Ну, и, конечно, это называется не просто отсутствие еды. На биологическом языке это называется высокая конкуренция на поверхности земли. Там желающих поесть много живет. И для того, чтобы заработать себе на завтрак, надо выиграть конкурентную борьбу за кормовую площадку. Хорошо. А древесный ярус пока другими млекопитающими не освоен. Так что землеройки полезли на деревья. И тут же возникает целый ряд вопросов. Мы собираемся как следует освоить древесный ярус в качестве основного бомба. Вопрос, как можно лазить по дереву? Ребята, извините, я переговорил. Мозоли на коже. Мозоли на коже. Но если у вас дошли мысли до мозоли на коже, то вообще-то логичнее, чем цепляться, если представлять себе конечность любого млекопитающего. Правда? Когтяник. Когтяник. Белка, да, клесть по дереву? Вообще-то когти, они у всех млекопит есть? Нет. Три варианта на конце, по этому, могут находиться на последней паланге. Чаще всего когти. Так? Иногда они преобразуются в копыта. Копыта – это образование родственное когтю, просто немножко по-другому устроенное. А иногда они преобразуются в ногти. Ногти тоже родственны когтю, просто по-другому устроено. Потом разберемся как. Значит, ну, землероев, догадайтесь с двух раз, у них копыта, когти или ногти. Да, когти, конечно. Ты знаешь, что полезно, я не как бегаю за счет когти-цепляния. Но здесь возникает один вопрос. Вообще, по идее, очень экономный, хороший способ движения. Но возникает одна сложность. Нельзя весить больше двух килограммов. То есть нельзя эволюционировать в сторону укропнения. Ну, не бывает белых 10-килограммового веса. Так, вы делитесь. Так? В чем дело? Почему нельзя? А иначе будет, потому что деревья просто малость. Деревья целиком? То есть белка прыгнула и елку упала. Нет. Прошу вас. Когти из рогового вещества, из белка керакина. А по своим физическим свойствам керакин больше всего похож на инструментальную сталь. Сломать достаточно сложное занятие. Прошу? Скользить когтями, но острую когти сделаем. Прошу. Возможно, из-за того, из-за ее большого веса больше легких тел, и он будет труднее, хватит и больше требуется. А на земле что не так? Почему именно по деревьям тяжелее 2-килограммов пройдет? Ну, уже по деревьям. Ну, по-моему, на этой кемпе, когда вещество неудобное. Во-первых, да, разумеется, сами ветки. А потом, как вы себе представляете, зверя, которые за счет цепления когтями проходят по ветке вот так, у двухкилограммового зверя. Проходят по ветке, толщиной мой палец. Он как за нее цепляется? Когтейли здесь не зацепишься. А самая главная другая причина. Самый внешний слой коры у всех деревьев из чего? Где ваша школьная программа по биологии? Как называется этот материал? Самый внешний слой коры. Ребята, простое русское название. Древесина внешняя? Внешний слой коры. Ну, Ромыч, ну пробка, конечно. Скажите, составе пробки хоть одна живая клетка есть? Да нет, это оболочки давным-давно погибших клеток. Скажите, пожалуйста, а пробка физически прочный материал? Нет. Она просто отславится. Поэтому, если вы тяжелого зверя подцепили когтя за внешнюю пробковую пластину, когти-то выдержат. А вот куски коры просто отлетят от основного массива. И зверь упадет. Поэтому, да, кстати, вы в этом месте можете меня поймать на слове. Сказать, а как же там леопард? Он тяжелее двух килограмм, заведомо. И отлично лазит по деревьям. И тем более медведям. Ага, ну давайте думать. Леопард и медведь лезет по дереву за счет этого цепления или как-то это? Я, может, потому что я обнимаю дерево. Ребята, они обнимают дерево. Вот так. В результате ствол оказывается зажат между лапами, грудью, брюхом. А когти нужны просто как фиксатор, чтобы лапом соскальзывать. Да? Когда в данном случае вес удерживается за счет вот этого цепления, а не за счет каких-то других сил. Каких? Сил трения, конечно. На тренинге. Поэтому может ли медведь залезть на вот такое вот дерево. Я показываю. У тебя им просто слова вот так. Ну как мы можем вот так, как в данном случае. Так что можно лазить за счет трения, обнимая. Можно лазить за счет когтицепления. И тогда у нас ограничение на массу. Так? А вот эти, как мы условно их назвали, землеройки, и еще одна группа, которая потом приведет к инотам. Пошли по-другому. Дело в том, что давным-давно, когда предки позвоночных вышли на сушу, предки наземных позвоночных вышли на сушу, так парные опломники у пиститерых рыб стали видоизменяться, превращаясь в парные конечности. И так. По первому суставу, вот второй сустав, вот тридцать сустав. Вот эта часть конечности, цельная, единая, покрытая общим покровным утриаром кожей, все слабо. А вот на окружной части конечности, вот на этой плате, происходит деление конечности на отдельные направляющие. Такие направляющие называются лучи. Так? Да, самый конец луча, состоящий, как правило, из трех косточек, называется пальцем. А основа луча проходит через ладоши. Это пястные кости. Ну и точно так же через кости с тобой. Там плюс него и кости одних пальцев будет. Надо сказать, что эволюция далеко не сразу победила пяти лучевая конечности. Известная древняя ископаемая земноводная, с трех лучевыми конечностями опробовали только три пальчика. Да? И с семи лучевыми. У этих вообще было там семь штук на каждой плате. Но в конечном итоге пяти лучевая модель победила. Так вот, у подавляющего большинства животных пальцы-то как раз очень короткие. Палец чем отличается от ладони? А дело в том, что в ладони есть общий фукляр для всех костей, всех мышц этого участка. Есть вот на коже одевающие ладони. Хорошо. Теперь от ладони расходятся пальцы. А для пальцев для всех общий фукляр или нет? А для каждого пальца свой собственный. Поэтому пальцы могут разжигаться. Меняя форму всей опорной части, конечности. Но дело в том, что у большинства животных пальцы очень короткие. Так? Значит. А вот предки приматов сделали простую вещь. Удлинение таланка пальцев. Раз. Увеличение силы мускулатуры, способной пальцев отжимать к ладони. Мы это называем хватательные или гаптические движения. И самая главная история происходит с первым лучом. Первый луч – это большой палец. Давайте мы с вами сейчас поиграем в такую игру. Угнаем, что-то. На среднем пальце вот так сожмите баллонги, укрите друг друга. А все остальные пальчики концами друг друга укрите. Да? Вот такую фигу вы должны получить, да? Теперь, можете ли вы, не отнимая друг от друга средние пальцы, свести и развести большие? Можете. Запросто. Указательные. Запросто. Мизинцы. Запросто. А теперь безымянные. А вот безымянные ничего не выйдет. Значит, почему? Во второй половине лекции поймете. У нас вот эти два луча, средние и безымянные, остались функционально связаны. Они работают только совместно. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Это такая памятка от брахиатурного предка. От человекообразных обезьян. У них же чертовский своеобразный способ движения по лесу. Значит, это такие прыжки полета. Баклавремя прыжками толкаются не ногами, а руками. Это маятникообразное раскачивание на руках и полет. При этом вся рука целиком работает как единый крюк. И не дай бог пальчики пошли по-разному. Потому что что тогда произойдет? Ну ладно. Вот что произойдет. Вот я взял и просто отлыгал пальцы, они у меня под разными углами. И пытаюсь схватиться за верху. Раз. Вопрос. Что у меня с мизинцем? Сломался пальцем. А если это произошло на высоте 20 метров, не забывайся. Ага. Поэтому все эти пальцы работают одновременно. Они все взаимосвязаны. Он настоящий, хороший пархиатор. И очень короткий большой палец. Чтобы не мешался, он вот сюда отъезжает. Прямо к основанию ладони. Ладошка очень длинная. Пальцы эти образуют рабочий крюк. А большого ее. Хорошо. А теперь давайте на своем... Да? Вся эта четверка, которая образует рабочий крюк, сгибается только в сторону ладони. Вот так, да? Значит, разверните ладошки в сторону доски и подгибайте эти пальчики. Ага. А теперь, развернув ладошку, внимательно развернув ладошку в сторону доски, согните в эту сторону большой палец. Не, 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 вы не в эту сторону, он туда сгибается. А вы к доске его... Нет, и ладонь не поворачиваете. Что? Так как вы к доске его сгибаете или в ту сторону? Что? А вот так бы ладонь не к доске развернули. Вы вот так бы развернули. А он не сгибается. В том-то и дело. В чем дело? А дело в том, что две очень важные, два очень важных отличия. Не, 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 ни в коем составе. В межфаланговом. Он вас там не согнется. Это вам надо пальцем ломать. Значит, два очень важных отличия. Продолжайте рассматривать свою руку. Обратите внимание, вот кусочки, которые лежат в основании указательного и среднего пальца. Вот они лежат в ладони в основании указательного и среднего пальца. Вы их раздвинуть можете? В основании, в ладони лежат косочки. Внутри вашей ладоши. Прощупайте вот здесь ладони, с тыльной стороны. Вы почувствуете кости основания? Это ясные кости. Вы их раздвинуть можете или нет? Нет. А теперь косточка, которая лежит в основании большого пальца и указательного. А их сдвигать и раздвигать вы можете. А вот это запросто. Здесь мышечная обставка, которая позволяет, отодвигая большой палец, сгибать его по углу в 90 градусов по отношению к этому крючку. Плоскость сгибания большого пальца на 90 градусов развернута по отношению к этой четверке. В результате мы получили гоптическую или хватательную конечность. Гоптическая или хватательная конечность. Способная очень надежно зажимать предмет между большим пальцем, ладонью и остальными пальцами. В результате приматы тоже ладят на трение. Так же, как и медведи, леопарда. Просто сколько у нас захваток, рассчитанных на трение? У медведя и леопарда один захваток. Одня вот. Вот он захваток. А у приматов? Четыре. Не-е-е. Если вы думаете, что нормальный примат хватается только руками, у вас углам нуля. В течение направления. Стопа ровно такая же хватательная. Это у наших с вами предков, и только у них, в связи с переходом к двунок хождения, значит, утрачена вот эта подушка на ноге. Основание большого пальца ноги потеряло подвижность. Нельзя подвигать внутри стопы плюсневой костью большого пальца в отдельности от указательного. Подвижность потери. Произошло это только в связи с переходом к прямохождению. Очень важный момент. А вообще-то у всех приматов стопа должна быть такой же хватательной, значит, как и ладонь. Как и гид. Хорошо. Получили. Итак, первая важнейшая особенность всех приматов хватательная конечность, позволяющая активно обживать мир древесных кромок. Перемещаясь не только по крупным стволам, но и обхватывая самые тонкие ветки ради бога. Важно, чтобы прочность ветка была достаточной, чтобы выдержала. Скажите, при таком движении выступающие закнутые когти будут помогать им мешать? Мешать. Мешать. Поэтому у подавляющего большинства приматов и у всех настоящих обезьян когти заменяются на плоские пластинки, которые будут называться ногтями.